Алексей Мишин рассказал о планах Елизаветы Туктамышевой на Олимпиаду в Пекине 2022. Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что его ученица Елизавета Туктамышева намерена достойно выступить на Олимпиаде в Пекине. Туктамышева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме и примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Олимпиада в Пекине пройдет в 2022 году. У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно. Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена, сказал Мишин журналистам, отвечая на вопрос о планах Елизаветы Туктамышевой. Победила, но не убедила. Щербаковой повезло, что на чемпионате мира не было Загитовой. Разговоры о космическом прорыве в женском фигурном катании сильно преувеличены. Олине Загитовой и Евгении Медведевой пора возвращаться. Этот чемпионат мира мы запомним надолго. Впервые в истории весь пьедестал среди женщин заняли россиянки. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова восхитили и осчастливили всю Россию, но обойтись без грубых ошибок ни одной из них не удалось. Чемпионка мира Анна Щербакова поразилась силой характера и волей к победе, но не убедительным и чистым катанием. Вокруг только и разговоров о революции в женском одиночном катании, а ведь при Евгении Медведевой и Алине Загитовой такого и близко не было. Кто знает, может слабый уровень турнира в Стокгольме спровоцирует возвращение Алины Загитовой, последний триумф Алины Загитовой и Евгении Медведевой. За грандиозным успехом российских фигуристок в Стокгольме немногие вспомнили, что своей победой Анна Щербакова лишила Алину Загитову звания действующей чемпионки мира. Алина не выходила на лед с декабря 2019 года, но в силу обстоятельств сохраняла за собой титул сильнейшей фигуристки мира вплоть до этого момента. В сайтами Загитова после тяжелейшего сезона, полного падений, поражений и разочарований, не дала ни поводу усомниться в своей безупречности. А по соседству с ней на пьедестале оказалась Евгения Медведева, чья медаль стала огромной сенсацией. За наших девочек разбирала гордость, но вместе с тем было трудно отделаться от мысли, что для обеих звезд фигурного катания это последний громкий успех. Загитова и Медведева утратили стабильность, иностранные соперницы стали подавливать. А главное, новое поколение чудо-девочек Тутберидзе уже находилось на низком старте и готовилось совершить революцию в фигурном катании. Казалось, Алина и Женя ничего не смогут противопоставить юным обладательницам четверных прыжков и скоро отойдут в сторону. Первый сезон эпохи трусовой, Щербаковой и Косторной в таком ключе и прошел. Фигуристки набирали космические баллы и ставили немыслимые рекорды, до которых Алине и Евгении даже теоретически невозможно было дотянуться. В итоге Загитова через девять месяцев после победы на чемпионате мира поставила карьеру на паузу, а через две недели прервалась и соревновательная деятельность Медведевой. Официально обе фигуристки карьеры еще не завершили и даже входят в состав сборной России на этот сезон, но реальной веры в их возвращение уже почти не оставалось. Подвиги Щербаковой и Трусовой, а также спад Косторной после отказа от тройного акселя и доминирования юной Камилы Валиевой окончательно убедили любителей фигурного катания в том, что побеждать без элементов ультра-си уже просто невозможно. Но чемпионат мира в Стокгольме перевернул все с ног на голову и заставил вновь посмотреть на Загитову и Медведеву как на потенциальных лидеров сборной. Чемпионат мира в Стокгольме должен был стать фестивалем четверных прыжков. Квады заявили все три основные претендентки на победу. Россиянки Щербакова и Трусова, а также японка Рика Кихира. Но заявить, не значит сделать. Кихира вообще отказалась от риска, Щербакова с единственного квада упала, а Трусова, хотя и приземлила сразу три разных четверных, полностью реабилитироваться за провал в короткой программе не смогла и завоевала только бронзу. Россиянки хотя и заняли весь пьедестал, по качеству катанию и числу выдающихся прокатов соревнования в Стокгольме, получились одними из слабейших за последние годы. Конечно, можно все списать на пресловутый вирус, который кому-то доставил серьезные проблемы со здоровьем, а кого-то лишил возможности для тренировок. Но результаты турнира в Швеции никак позволяют признать революцию завершившейся, а времена Медведевой и Загитовой – далеким прошлым. Достаточно взглянуть на опытную и яркую бельгийку Луну Хендрикс, которая без намека на сложные прыжки стала пятой, проиграв Трусовой менее 10 баллов. Да, Саша много ошибалась, но и Луна не Каролина Коснер, к тому же у нее и близко нет такого авторитета у судей, как у представительниц России. Медведева и Загитова могли бы выиграть этот чемпионат мира. Триумфальное, но небезгрешное выступление юных россиянок вновь породило сравнение со звездами прошлых сезонов. Удивительно, но Медведева еще на чемпионате мира, 2017 набирала больше баллов, чем Щербакова в Стокгольме. И это при старой системе оценок, в которой надбавка составляла максимум 3 балла, а не 5, как сейчас. У Жени было 233,41 балла. На тот момент, мировой рекорд. Против 233,17 у Щербаковой. Загитова свой чемпионат мира выиграла уже после судейской реформы, набрав 237,50 балла. То есть обе звезды последних лет с теми прокатами могли уверенно обходить Щербакову в Стокгольме. Кроме того, результат Медведевой, принесший ей бронзу в 2019-м в сайтами, сейчас бы гарантировал серебро. Конечно, речь не о том, что Женя и Алина прямо сейчас могли бы выйти на лед и оставить Щербакову без мечты о золоте. Просто чемпионат мира в Стокгольме показал, что все разговоры о космическом рывке в уровне фигурного катания несколько преувеличены. Оказалось, что четверные прыжки — не панацея, а наши фигуристки — не роботы. Если раньше казалось, что против Трусовой, Щербаковой и Косторной нет никакого оружия, то теперь безальтернативность их доминирования вызывает серьезные вопросы. И Щербаковой очень повезло, что в Стокгольме среди ее соперниц не было Загитовой. Возвращение Загитовой возможно. Вполне возможно, что Загитова и Медведева, наблюдая за чемпионатом мира, думали. А с ними можно бороться. В своей лучшей форме они бы это наверняка и сделали. Но Алине не хватило мотивации, а Евгении — здоровье. Зато за неимоверную волю и терпение воздалось Елизавете Туктамышевой, завоевавшей серебро. Прав Мишин, когда говорит, что Лиза указывает путь фигуристкам за 20, и мотивирует их не опускать руки. А ведь Загитовой нет и 19. Да, у нее в активе все существующие титулы, но выиграть две Олимпиады подряд никому не удавалось уже более 30 лет, чем не мотивация. Алине Загитовой и Евгении Медведевой пора возвращаться.